Привет! С вами Сойер и сегодня не совсем обычный выпуск. Обычно я не делаю распаковок, но сегодня решил сделать исключение. И все дело в том, что ноутбук, который я сегодня буду распаковывать, целиком и полностью приобретен на средства, полученные от донатеров. И этим видео я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто хотя бы единожды помог каналу материально. Поверьте, мне это очень важно и как автору это стимулирует меня на выпуск новых видео, и как ютуберу это просто позволяет мне покупать новые технические штуки для развития канала. И реально, ребята, огромное спасибо всем, кто мне помогает, помогал и будет помогать. А сегодня я распакую ноутбук. Мне давно нужна замена моему старому макбуку. И как ни странно, новый ноутбук оказался тоже макбуком. И вот в этом видео я распакую его и заодно порассуждаю о печальной истории, о муках выбора нового ноутбука. Потому что те, кто смотрит мой канал Soyr Talks, наверное, знают, что я зарекался покупать макбуки, но в итоге купил именно его. И далее поговорим в том числе и о причинах. Поехали. Уж что-что, а упаковывать свою продукцию Apple умеет, поэтому распаковывать макбуки всегда приятно. Давайте уберем старичка на полку, а на его место положим молодую гвардию. Если верить описанию, то это макбук 16 дюймов, процессор 2.6 ГГц, Intel i7, Radeon Pro 5500, 16 ГБ памяти, 1 ТБ жесткий диск. В общем, такой рабочий вариант для моих повседневных задач. Я вообще не склонен покупать самую мощную технику. Я всегда выбираю так, чтобы хватало на мои текущие задачи. И в случае с Apple это еще и значительная экономия средств, которых всегда почему-то жалко на ноутбуке. Окей, давайте посмотрим, что там внутри. Снимаем самую-самую первую пленку. Как она сразу снялась неудачно. Обычно она должна сниматься по кругу. Отлично. Здесь стоит отметить, что я довольно долго пытался взять себе другой ноутбук, не макбук про. Но проблема в том, что здесь, вот с этим ноутбуком, я знаю все подводные камни, которые могут возникнуть. Я знаю все моменты, которые связаны с настройкой и запуском программного обеспечения. И это дает мне некое преимущество. То есть я выбираю привычное решение. И это на самом деле основная причина в итоге оказалась. Мне не захотелось экспериментировать с другими ноутбуками, узнавая новые ошибки и разбираясь с ними. Я захотелось взять что-то, что я по крайней мере знаю как готовить. Поэтому вот основная причина это конечно привычка. Привычка работать с макбуком, как с мобильным устройством. Ну а далее все просто. Вторая причина это дизайн. Я смотрел ноутбуки от Dell, от Samsung, от IBM, от кого угодно. И у всех есть одна большая проблема. Дизайн сделан не по мне, не для меня. То есть мне не нравится внешний вид этих ноутбуков. Если вы посмотрите на Mac, да, вот он просто создан для того, чтобы на него смотрели. То есть дизайн настолько удачно сделан. И самое важное для меня, он не клиновидный. То есть мне не нравится, когда делается визуальное сужение спереди, а сзади ноутбук он очень широкий. Мне нравится вот такая равномерная форма, где и начало и конец ноутбука одинаковые ширины. Ну и здесь у Apple как всегда красивые-красивые пленочки. И вот собственно сам Macbook. Macbook как Macbook вроде бы. Давайте посмотрим, что там еще есть в коробке. Но я думаю, вы и так знаете. Ну и здесь все стандартно. Шнур питания. Он стал USB-C. Здорово. Далее какая-то документация. Посмотрим, остались ли наклеечки. Раньше, как много здесь бумажек. Бумажки, бумажки. Раньше еще клали пару наклеек, которые я никогда, никогда не использовал. Потому что я вообще не представляю, где бы можно... А, смотрите, да, вот они, наклеечки сохранились. У меня и первый ноутбук Air, и второй прошка, и третья прошка, и вот уже четвертая прошка. От всех эти наклейки я никуда так и не придумал приклеить. Потому что мне кажется это немножко странным. Лепить наклейки от Apple на какую-то другую поверхность, которая не имеет отношения к Apple. Ну и как бы иногда их лепят на чехлы. Но это тоже для меня странная практика. Зачем на чехол лепить такую наклейку, чтобы еще раз показать, что у тебя Apple. Это же с другой стороны и так должно быть видно. Вот. Но так или иначе, здесь какие-то... Какие-то, какие-то, какие-то документики. Вот тут что-то... Сейчас, подождите, это вообще вытаскивается? Может и не вытаскивается. Ну, наверное, может и не вытаскивается. Может это все. Ну, то есть самое ценное, что лежит в этом пакетике, это, конечно, наклейки. Дальше блок питания. Кстати, если... Если, 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 если... А все, здесь больше ничего и нет. Раньше еще, помните, был на блок питания удлинитель шнура. Сейчас я его здесь не вижу. Наверное, он бы лежал где-то здесь. Не думаю, что его спрятали под коробкой. Ну вот, собственно, весь набор. Макбук. Шнур питания. Блок питания. И наклейки. Все, как всегда. Давайте посмотрим на сам ноутбук. Послушаем, как он шелестит своими клавишами. И одно из популярных замечаний, что клавиши на новых ноутбуках стали делать хуже. Они дребезжат. Можно это и проверить. Так, здесь, как водится, идет красивая защитная прослойка. Давайте, где у нас штук питания. Теперь его можно спокойно вскрыть. Ну и возвращаясь к вопросу, почему я в итоге не взял другой ноутбук. Кроме дизайна, кроме того, что мне привычнее работать с маками, потому что я уже знаю, что от них ждать, оказалось, что отзывы на все топовые модели других вендоров, они примерно одинаковые. Тоже где-то что-то ломается, тоже что-то где-то отваливается, тоже где-то возникают проблемы. И каждый раз нужно разбираться. То есть такого ноутбука, который был бы такой рабочий и безотказной лошадкой, не найти. То есть проблема в том, что, несмотря на все проблемы с маками, это как в анекдоте, да, когда за чукчами бежит медведь, и один другому говорит, медведь бегает быстрее человека, нам нет смысла убегать. И ему отвечают, мне не надо бежать быстрее медведя, мне надо бежать быстрее тебя. И вот здесь то же самое, то есть Apple просто бежит чуть быстрее остальных, несмотря на то, что у него есть куча проблем, у других тоже есть куча проблем. И оказывается, что Apple выигрывает. Выигрывает за счет своего дизайна. И для меня еще важным было это внешний вид матрицы. То есть насколько она яркая, насколько она передает цвета, насколько она контрастная, насколько приятно глазу на нее смотреть. Потому что матрицы в других ноутбуках порой очень сильно разочаровывают. Включаем питание. Ну что, пошла загрузка, пошло питание, пошла зарядка аккумулятора. И хочется еще отметить важную вещь, которая для меня была при выборе ноутбука актуальна. Это выбор операционной системы. Я люблю Unix Lite системы, и на Windows и на ноутбуке я работать бы не хотел. Поэтому мне нравится, что Mac OS, она основана на 3BSD и имеет очень много связи с Unix. Поэтому мне просто нравится сама идеология. Это раз. Ну и на ноутбуках, которые я мог купить не Apple, пришлось бы, если устанавливать Linux, пришлось бы решать много проблем. И почитав форумы, почитав совместимость, информацию про совместимость, я понял, что это будет очень-очень тяжело. Потому что на десктопе решать проблемы с Linux гораздо проще, чем на ноутбуках. И, естественно, это был еще один плюсик в сторону Mac. Я не ожидаю, что вот Mac у меня сейчас как-то удивит. Хотя сейчас здесь у него дискретная видеокарта. Сейчас у него более мощный процессор по сравнению с предыдущим. Более объемный диск. И, в принципе, новый ноутбук у Apple работает, как правило, год-два стабильно. И даже обновление системы его не сильно роняет. Вот, наверное, это как-то связано все-таки время работы с обновлением. Потому что я заметил, что на старом ноутбуке после каждого обновления часть производительности куда-то терялась. Поэтому я думаю, что ближайшие два года он отработает хорошо и стабильно. И я даже об этом не очень сомневаюсь. Но я не жду каких-то невероятных, невероятной производительности, как у меня раньше были ожидания от Apple. Я не жду, что у него не будет абсолютно никаких проблем. Потому что я знаю, что у Apple проблемы стали встречаться все чаще и чаще. Но вот, кстати, насчет клавиатуры. Говорили, что у него какой-то слабый бэкспейс или энтер. Я пока ничего такого не заметил. Поэтому насчет клавиатуры я могу сказать, что пока у меня все нормально. Но посмотрим в процессе эксплуатации. Таким образом, конечно, основная причина – это нежелание решать новые проблемы на других ноутбуках. Я еще раз говорю, я много-много читал и в какой-то момент понял, что информации так много и так много всяких нюансов на других ноутбуках, что я не хочу заново проходить этот путь, разбираясь с другой моделью. И вот, наверное, это сыграло в пользу Apple. Здесь я понимаю и представляю, какие проблемы у меня могут возникнуть. И это, наверное, было решающим. Ну вот такой ноутбук я себе приобрел. Посмотрим, как он себя покажет в эксплуатации. На этом все. Еще раз большое спасибо всем донатерам. Вы реально, ребята, вот помогли и являетесь людьми, которые помогли мне приобрести технику, на которой я в том числе планирую работать для канала и планирую более мобильный образ жизни попробовать вести. Спасибо вам за поддержку. С вами был Сойер. До свидания.